Американские фермеры Уже в этом году США обгонят Россию по темпам добычи нефти. Аналитики нефтегазового рынка составили прогноз на ближайшие 20 лет. Согласно их подсчетам, в течение года Америка увеличит добычу сразу на миллион баррелей в сутки. К 2025 году российский показатель будет на уровне 9,4 миллиона баррелей в сутки, в то время как США будет добывать по 13,5. А прогноз на 2035, 10,2 и 11,4 соответственно. То есть Америка чуть сбавит темпы, но продолжит лидировать. Минтранс думает о том, как сократить время обслуживания транзитных международных рейсов. В частности, предлагают для более быстрого обслуживания отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа. Инициатива понятна, но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно заключать соответствующие соглашения с государствами и участниками Международной организации гражданской авиации. Нормы авиабезопасности во всех странах разные. Это важно учесть и найти определенные компромиссы. В первую очередь, такой документ подпишут с Китаем, США, Израилем и странами Евросоюза. В результате, в очереди при пересадках станут меньше, а число случаев потери багажа и опозданий на рейсы сократится. Кстати, разгрузкой багажа занимаются исключительно мужчины. Таков закон, но вскоре он может измениться. Минтруд в ближайшее время пересмотрит перечень профессий, запрещенных для женщин. Всего их 456. Менять список будут в связи с тем, что многие технологические процессы теперь автоматизированы и уже не так опасны. Изменения коснутся таких сфер, как воздушный, морской и речной транспорт. Пока флот для женщин закрыт. Не исключено, что из списка исключительно мужских профессий исчезнут машинисты поездов дальнего следования, дальнобойщики и водители спецтехники. Многое изобретают, но мало внедряют в производство. Сибирским ученым сегодня мешают административные барьеры. Андрей Травников посудился студентами техуниверситета, образ инженера будущего и его место в новой экономике региона, а также основные задачи инновационного развития и проектное образование. Главная задача стратегии развития региона до 2030 года – разрушить административные барьеры. Сегодня именно они не дают начинающим ученым внедрять разработки, делать науку прикладной. Между тем, инженерные специальности в ближайшее время будут крайне востребованы в планах реализации масштабных проектов, например, Академгородок 2.0 и строительство синхротрона, огромного ускорителя элементарных частиц. А НГТУ, в свою очередь, участник нескольких проектов программы реиндустриализации Новосибирской области. «Конкурентное преимущество Новосибирской области именно в том, что здесь зарождается центр экономики, креативной экономики создания нематериальных ценностей. Размещать на территории Новосибирской области крупные какие-то производственные комплексы – это, конечно, интересно, от этого не стоит отказываться. Но мы понимаем, что сегодня сборочные предприятия, предприятия автокомпонентов, они не дают той прибавки в внутреннем региональном продукте, той прибыльности, у того увеличения доходной базы, как это было ранее». Программу материнского капитала, возможно, продлят как минимум до 2021 года. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова и добавила, что программа показала себя с хорошей стороны, дала положительный демографический эффект и должна продолжиться. Цитирую. «Материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, с высокой долей вероятности эта программа будет продлена». А вот историю, произошедшую в Соединенных Штатах, можно назвать отцовским капиталом и весьма неплохим. Американец подарил 22-летней дочери лотерейный билет стоимостью в 1 доллар. В шутку, так он делал и раньше. Но на этот раз билет оказался выигрышным. 400 тысяч долларов в переводе на рубли – это 27,5 миллионов. Девушка предпочла получать эту сумму частями. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok